Благодаря таким мастерам сохраняется не только история, культурные традиции, но и возрождаются давно забытые ремесла, например, золотошвейная. С ним связан туристический маршрут по местам, где сохраняют уникальную технику. Об интеграции старинного промысла в современное искусство прямо сейчас поговорим с магистром музеологии, учредителем клуба ЮНЕСКО «Сибирские золотошвей» Еленой Сулеймановой. Здравствуйте, Елена! Очень рада вас видеть в нашей студии с такой еще красотой, которую вы к нам пришли. Елен, я предлагаю начать нашу беседу все-таки именно с рассказа, почему золотное шитье, правильно так говорить, почему оно считается изысканным, драгоценным. Давайте расскажем и заодно и покажем. Хорошо, Татьяна. Ну, хотела бы отвечать с того, что изначально вышивка была выполнена из чистого золота. Первые памятники датируются вторым веком до нашей эры. И тогда вышивку делали из расплющенного золота, нарезанного на тонкие пластинки, которые прикреплялись к одеждам. Вот. И поэтому вышивка была золотой в чистом смысле. Со временем, со временем, золотые нити заменяются искусственными. И тогда вышивка стала называться уже золотной. И вот, как показали архивные источники, в Сибири промысел бытовал, начиная с 17 века. И наши мастерицы искусно владели этой техникой. И промысел развивался как бы в двух направлениях. Первое – это было церковное шичьё. Каноны и техники сохранились до сегодняшнего дня практически в неизменном виде. Там используются в основном библейские прорези, сюжеты. А второе направление – это светское золотное шичьё. Здесь, конечно, мастерица имеет возможность применять свои таланты, свои орнаменты. И вся высокая мода, свадебная в частности, построена как раз на техниках. Ну и у царей красиво такие были, золотное шичьё. Конечно. Все наряды вышиты были. Да. Вот вы знаете, вы меня немного передели, да, и сказали, что золотые нити из настоящего чистого золота. Сейчас у нас вот эти нити, они же какие-то металлизированные, правильно понимаю? А хорошо, если раньше вышивали всё-таки на дорогой ткани, это был бархат, барчат, лак, лак. А вот сейчас что это? Что это за ткань? Вот вы принесли как раз и пяльца, и ткань. Да. Ну, хотелось бы, во-первых, отметить, что исторически золотное шичьё применялось, использовалось и только изготавливалось на квадратных пяльцах, потому что требовалось очень жёсткое натяжение. Отличие от обычной вышивки в том, что мы крепим металлизированную нить, основную, с помогательной ниткой. Либо это шёлк контрастный, либо это в тон. То есть от того, какой результат, скажем так, затеяла мастерица. Если мы возьмём, опять же, церковное шитьё, то и по сей день церковные вышивки применяют нити с трёх-пяти содержанием золота. И руками его трогать нельзя. Да. Когда я была в экспедиции в Анновидинском женском монастыре, то я видела вот эти работы, которые делали мастерицы. Они их называют вышитые иконы, потому что они действительно чудотворные. У советских, ой, у мастериц нашего времени, да, возможностей намного больше, потому что нити искусственные, они, скажем так, более доступны, разнообразный выбор большой. И тут, конечно, можно делать различные украшения, аксессуары, сувениры и так далее. А я хочу, знаете, посмотреть отличие. Вот это что такое? Это какого года? Это у нас поруч, это церковное одеяние священнослужителя. Это XIX век. Если вы обратите внимание, то, значит, работа выполнена на парче. Вот в центре расположен кресло, это называется высокое шитье по карте. И вот здесь нити металлизированные, то есть они с применением золота. Они, конечно, со временем чуть-чуть потускнели, но тем не менее вот этот блеск, позумен. До сих пор. Смотрите, как сияет. То есть энергетика очень мощная, очень, скажем так. Этому искусству можно обучиться? Расскажите мне, пожалуйста. Вот вы принесли замечательную методичку, давайте о ней поговорим. Да, мы выпустили при поддержке представительства кафедры ЮНЕСКО в Тюменской государственной культуре вот такое методическое пособие. Называется оно «Энергия тысячелетий. Возрождение традиций золотного шитья в Тюменской области». Как раз именно здесь мы говорим об истории промысла, потому что бытовать он начал и распространяться на территории, как говорится, и Руси, и Европы через Великий Шелковый Путь. В каждой стране оно преобладало шитье это, но не в каждой оно, скажем, стало традиционным. И именно на Руси в 10 веке после принятия христианства, при строительстве храмов, которые нужно было украшать, а все лучшее это Богу, поэтому все иконы, одеяния делали вот именно в технике золотного лицевого орнаментального шитья. Далее крестьянки его перенимают, и оно уже идет, скажем так, в массы. Вот что меня зацепило в конце методички. Как раз есть, все помпунктно, все описывается, что необходимо, как вышивается это все. Ну, нужно тут изучать, это очень серьезно. Что касается вашего туристического маршрута, как раз «Энергия тысячелетия» – это золотой бренд Сибири. Я вот, знаете, чтобы не ошибиться, прям, правда, зачитаю, он прошел в прошлом году, вы его представили, и он получил даже гран-при конкурса проектов по продвижению туристического потенциала территории Большого Урала. Что это за туристический маршрут? Я абсолютно права, да. На Международном туристическом форуме «Большой Урал» в Екатеринбурге этот проект был представлен. Туда как раз вошли те места, где промысел сохраняется и где он бытовал. Бытовал он у нас в Сибири, в Иоанновидинском женском монастыре под Тобольским. Более того, и сегодня там существует золотошвейная мастерская. Матушка Анна, настоятельница, владеет этой техникой. И когда я получила благословение митрополита Тобольского-Тюменского, она меня пригласила, и несколько лет я ездила и обучалась этой технике. И вот в красно-методическом пособии вот эти наработки и представлены. Начинали мы, конечно, с музея дома Шарова. Почему? Потому что там более полгода была представлена выставка «Живопись иглой», где все желающие могли увидеть инструменты, могли познакомиться с материалами, с техниками, с образцами. Дважды она продлевалась по просьбе гостей. И что еще? И Инбаевский сельский музей. Это уникальный музей, в котором представлены великолепные образцы памятников 18-19 века. Это изюм, татарское нагрудное украшение. Это сараут, это калфаки, которые сегодня являются памятниками федерального значения. Елена, как только будет свободная минутка, обязательно, друзья, съездите, посмотрите, потому что это настоящее произведение искусства. Огромное вам спасибо, Елена, что принесли такую красоту и нам все рассказали. Субтитры создавал DimaTorzok